всем доброго времени суток мы дома как вы поняли отель остался в прошлом отпуск наш закончился нам было хорошо но мало подделывает идем такие разморенные у нас дожди опять и снова вчера вообще поливала целый день как зимой мало того что целый день еще и целую ночь сегодня это был ливень стеной это был гром грозы сильные я вчера украла у погоды два часа времени и и просушила белье потом пришлось мне его занести опять нарядить террасу ну она благополучно досохла я убрала мы пошли еще на базар вчера вечером и в общем думаю что дождика нет он так как бы уже покрапывал но зонт мы не взяли это же лишнее поэтому на базаре мы потом стояли прибились какому-то торговцу который собирал уже свое имущество под большим огромным теном ну там были конечно не мы еще и мамочки с коляской вы просто люди без колясок я имею ввиду благодарим конечно того мужчину который собрал свой прилавок и стоял руки сложил не убирал тен ливень был стеной и потом мы заторопились когда дождь чуть-чуть спал мы заторопились домой но так под дождиком и шли удачно зашли потом опять все водопад сегодня тоже обещают дождь хотя мне опять стирка висит и мы вышли прогуляться дабы не засиживаться не завтра послезавтра обещают солнце а потом опять дожди и над той на следующей неделе тоже дожди в группах там и в различных соц сетях люди пишут спрашивают как погода так вот погода плохая дождливая море холодная холодная еще раз говорю и не надо говорить что ну да кто-то же не может отпуск перенести и все уже запланировано и согласовано с начальством и путевки куплены и конечно ничего этого отложить нельзя ну что теперь ехать значит ехать но море холодное 24 градуса меньше муж гостин вода меньше 24 градусов муж кому-то и нормально но это холодно потом возможно пригодятся деньги для лечения цистита как вариант а про хотела еще сказать про школу у наша альмины закончились тесты экзамены примерно 25 мая плюс-минус один день вдруг что-нибудь да позабуду вот официальная часть окончания учебного года идет до 16 июня так вот с того самого 25 мая практически уже никто не ходит в школу тесты решены экзамены завершены и все а зачем и никто не ходит в школу альмина наша походила пару дней потом там классе 10 человек учительница уже ничего не проводит бывает тоже уходит и в общем нет смысла она наверно не видит смысла тратиться на какое-то обучение и она стала говорить что ничего в школу в общем родители сжались сжалились над ней и у нее уже начались каникулы сейчас звали с собой ну во первых она только недавно проснулась время 11 час она недавно проснулась села завтракать у нее теперь есть компьютер и все и жизнь прекрасно и удивительно поэтому не захотела с нами идти уже большая девчонка поэтому решили прогуляться здесь на райончике вдвоем далеко не пойдем дабы не быть прихваченными дождем черное небо поэтому здесь по округе может быть что-нибудь для холодильника купим вы гранат сатулы когда значит что-то продается мы уже в тахтокале дошли добрели в конце месяца обычно здесь бывает привоз и какие-то интересные распродажные вещички 430 лир мужская футболка такого хорошего качества я поближе посмотри покажу вот вот такого плотного то есть не просто трикотажное хорошее качество в двух цветах какой-то терракотовый и болотный наши девочки которые сноха и голубушка уезжают в россию мы голубушки купили сейчас футболочку маленький такой подарочек во первых у них нет они так не знают в общем с багажом со своим как его утолкать утрамбовать и поэтому каких-то глобальные какие-то пляжные штанишки 400 лир какие-то глобальные покупки не имеют смысла игрушки или что-то все это объемное невозможно будет увести а футболочку я думаю скрутят и засунуться куда-нибудь шляпки такие маленькие хотела кемалю померить сколько стоит не вижу как всегда не знаю сколько стоит мне кажется прошлогодняя кепка ему маленькая будет поэтому что-то на лето надо будет нашему атаману на голову в подарочных таких коробках тоже как можно использовать хоть как покрывало или же как как укрывало вот такая цена по всей видимости а я вам показывала в кемере да вы 82 магазин 1000 мелочей то значительно дешевле конечно там без коробки но все равно на кассе всегда есть упаковочная бумага и упакуют бесплатно в такую более-менее подарочную а это для купания для ребят не пловчонки по-моему я такую ковтейку мерила воздалеке и в отделе воздалек 200 лир по-моему стоила она саш такой я мерила да она ничего особенного в ней нету просто ткань штапельная что само по себе плюс и расцветка очень приятная такая мятная а здесь по отрезаны цены я не вижу так бы мне интересно было сколько это стоит прыгнула вниз решила не полениться пойду спрошу сколько стоит уж очень любопытно узнала теперь буду спать спокойно также 200 лир стоит то я уже но придумывала себе 100 лир ну хотел опять что купить что теперь ни одной не буду также 200 мы магазине бим на глаза попалась варенье с граната кстати доча как-то покупала мне тоже чтоб попробовать ну не очень косточки эти мешают что ли не не понравилось по большому счету сейчас домой придем покажу что купили манка восемьдесят восемь семьдесят чудные сумочки 80 лир хотите за покупками хотите на море с ними вообще на все случаи жизни небо гляньте какое тяжелое и я хочу спать и это звучит грустно потому что по всей видимости вырублюсь хотя ночью спала хорошо вот просто вот так вот что-то давит на меня глаза толком не открываются мы дома покажу чего купили бутылку айрана купили полтора литра давно не покупали вообще я не знаю с прошлого года все как-то стаканчиками бывали на море едем покупали пару раз а тут купили полтора литра наверное все таки лето наступает хоть и погода дрянь соскучилась я по холоднику но для этого надо свеклу а вчера морковка на базаре была представляете 50 лир за килограмм 50 лир за килограмм это катастрофа потрясающий хрустящий хлеб вот такой вот в виде ромашки наивкуснейшую колбасу это из индейки 35 лир стало стоить сколько тут грамм 500 сейчас футболочку разверну голубушки наши купили вот такую вот футболочку симпатичненькую хороший трикотажик все прекрасно и удивительно девчоночки наши понравится я уверена и еще наша выгодная покупка вот такой вот набор симпатичный увидели мы у атакана вот такой вот стаканчик очень нам понравился привлекательный яркий желтый и решили совместить приятное с полезным поздравить нашу альмину с окончанием четвертого класса альмина ты слышишь нет иди будем тебя поздравлять с окончанием четвертого класса она внизу не в курсе поздравим ее с окончанием четвертого класса а также с окончанием ну я бы назвала начальной школы потому что в турции три школы три раза по четыре класса они учатся и вот прямо вот отдельные здания это все с первого по четвертый с пятого по восьмой включительно и с девятого там что по двенадцатый три разные школы вот альмина теперь пойдет в среднюю школу ну и все и мы ее будем поздравлять он и шла аль мы тебя поздравляем с окончанием школы это тебе ну вернее сказать половина тебе а другая половина твоему брату да ну-ка тебе нравится альмина у нас ты любишь какао да мы знаем что любишь какао и поэтому мы решили совместить приятное с полезным аттестаты уже выдали нет не выдали еще а что ты не в школе-то вообще аттестата нету они в школе ну потому что уже все предметы закончились уже ну и правильно мы и так все знаем да мы и так умные ну молодец ну все будешь вкусненько ой будешь вкусненько пить а стаканчик кемальки хорошо ты же не сильно распереживаешься что стаканчик где даже а дом молоко еще есть сейчас есть ура да пошла пить ну все целуем тебя ну вот и второй рад подарку у него еще рубаха новая сегодня любимого цвета да кемаль ну что нет это же надо наклонять да он привык к другому стаканчику оп а это наклонять надо вкусно фу-бе фу-бе да это же вот говорит фу-бе и дальше не открывай это вот так вот пей пей как желтый с розовым к лицу конечно красавчик вкусно вкусно о-ть ну сейчас налей ага как обычно только сменю постель постираю каждый раз надену чисто и он в первый же день обязательно что-нибудь прольет обязательно садись садись прольет или размажет какие-нибудь нам ягоды и это случается каждую неделю рубашечку покажи где у тебя розовая рубашечка я с футболкой так же его ну-ну-ну начинается уже футболочку обновил ой рубашечку уже обновил угвоздать ну вот эту пипку желтую как-то можно было посильнее убирать да-да чтобы не в глаза не знаю вот твое нравится стаканчик стаканчик твой не надо пуганничать видите что карандаш у нас розовый и рубашка теперь есть розовая скажи спасибо ну что жизнь удалась деда налил там швыркнуть как коктейлем из трубочки вкусно вкусно скажи да вкусно да что вы говорите ага ну-ка на вот вот стаканчиком и радуйся так говори спасибо давай без вредничества хорошо закрывай закрывай да что вы говорите еще еще распробовал да тебе вкусно было смотри что и стены у нас такие это по усам текло а в рот не попало да да и внизу там чем-то отстирается да красиво красиво благодарю за то что посмотрели видео до конца и до встречи в следующем до встречи в следующем Продолжение следует...